Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Меня это не касается. Почему требование скрыть лицо под маской нередко заканчивается скандалом? Сгоревшая техника и перемерзающие трубы. Почему жители Заельцовского района два раза в неделю остаются без электричества? Сипсельмаш вышел на финишную прямую предсезонной подготовки. В каких кондициях и в каком составе? Сегодня компанию пассажирам новосибирского метро составили сотрудники полиции и областного министерства транспорта. В утренний час пик в подземке прошел очередной ставший уже традиционным рейд по контролю за соблюдением масочного режима. Подробности далее. В последнее время конфликтной ситуации совсем не редкость. Ношение масок в общественном транспорте обязательно для всех. Но не все считают нужным соблюдать постановление губернатора области. Скажите, пожалуйста, а вот ты без маски считаете это не нужно? Конечно. Это может гипоксация или как-то головного мозга привезти, конечно. А вы штрафуете? Я понимаю. Где надо, там надо одеть. Несмотря на то, что большинство пассажиров метро соблюдают масочный режим, в каждом составе сотрудники транспортной полиции задерживают несколько человек, у которых маска находится под подбородком или просто в кармане. Маска, почему? Да, мне просто плохо стало, я ее сняла. Плохо стало? Ну, ясно. Пойдемте, посмотрим. Только за прошедшую неделю сотрудники метрополитена при поддержке регионального министерства транспорта провели четыре таких рейда. Если позволяет ситуация, ограничиваются разъяснительной беседой. Протоколы составляют в особых случаях, а размер штрафа определяет суд. Если у человека отсутствует маска полностью, он достает ее из сумки, из кармана, ведет себя вызывающе, агрессивно, не понимая каких-то законодательных мер и всех остальных, то тогда на него составляется протокол. Здесь дело не в штрафах, дело в сознательности граждан на то, что маски придумали не для кого-то, а для защиты личного здоровья. Пока в Новосибирской области сохраняется режим повышенной готовности, будут продолжаться и контрольные рейды в местах массового скопления людей. Так что пассажирам общественного транспорта или посетителям торговых центров нужно задуматься, стоит ли не надетая маска потерянного времени и денег. Станислав Блинов, Дарья Хуторная, Новости ОТС. Перспективы развития мегаполисов в условиях пандемии мэры городов-миллионников обсудят в Зуме. Впервые за свою пятилетнюю историю форум «Городские технологии» в Новосибирске пройдет в онлайн-формате. А традиционная экспозиция, где компании-участники представляют свои разработки для улучшения качества жизни горожан, будет виртуальной. 3D-модели уже готовят. Как рассказали сегодня организаторы, несмотря на смену формата, в рамках форума все же подпишут несколько соглашений. Например, об установке в Новосибирске пока в тестовом режиме ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторов воздуха в салонах общественного транспорта, а также договор с компанией «Яндекс». Эти данные с помощью их программного обеспечения должны позволить правильно спроецировать и настроить работу светофорных объектов. А это распределение движения транспортных потоков, естественно, в первую очередь. Сгоревшие телевизоры, холодильники и стиральные машины. Уже несколько месяцев из-за обрывов линии электропередачи жители Тосмачищенское вынуждены обновлять бытовую технику. При этом счета за энергию приходят как в городских многоэтажках, а вот сервис был и остается как в деревне. Александр Попов подробнее. Для жителей Тосмачищенское ветвистые и разросшиеся деревья не повод для радости. В любой сильный ветер высок риск остаться без света. Ветки с незавидным постоянством падают и рвут провода, оставляя микрорайон без электричества на несколько часов. С апреля жители даже стали вести статистику. Отключение стабильно два раза в месяц. Рекорд был установлен в мае – 15 часов без света. Зимой подобные аварии могли бы привести к серьезным последствиям. У многих газовые котлы, которые зависят от электричества. И вот случилась авария, отключили, все, у нас отопление отключается тоже. И вот тут выживает кто как гораст. Бессонные ночи, отгулы на работе и спасение перемерзающих труп и котлов. Мне посоветовали, кто был как раз дежурный, говорить, так вы, чтобы труба не замерзла, оденьте валенок. Мне так интересно получилось, затея такая, вернее, предложение интересное. Но мы взяли, одели. Кстати, помогло. Обрывы, перепады в сети, в Тос-Мочищенской говорят, что нет ни одного жителя, у которого что-нибудь не сгорело. На компенсацию никто не надеется. Да и веры уже не осталось, что обещанную обрезку аварийных деревьев все-таки сделают. В этот раз, месяц назад, отключение у меня лично, сгорела стиральная машинка. 5 тысяч рублей из кармана выложил, плата сгорела. Ну и все, обращаться я никуда не стал, потому что бесполезно, в принципе-то. Дерево, когда упало ночью, мы соскочили с мужем, у нас дым даже был по полу, то есть что-то сгорело. Мы сначала не поняли, потом, когда включили холодильник, дали электричество, холодильник, компрессор сгорел. Потом еще сгорела приставка к телевизору. На запрос в региональные электрические сети журналистам ОТС ответили, что из-за ремонта воздушной линии электропередач плановая обрезка в июле была перенесена. Но все работы по подрезке деревьев будут выполнены уже в этом году до 7 ноября. Александр Попов, Евгений Павлов, новости ОТС. Новосибирский ученый разработал программу, которая позволит сэкономить деньги при формировании товарных составов на железной дороге. Цифровая модель не только просчитает экономические выгоды, но и сможет уменьшить риски при съезде вагонов с горки. Сергей Толмачев выслушал математические аргументы и отправился на железнодорожную станцию. Станция «Инская» — один из крупнейших узлов на железных дорогах России. Ежедневно здесь формируют десятки составов. Отсюда сверху хорошо видно, как вагоны заезжают на горку, расцепляются и в полном соответствии с законами физики съезжают вниз. Цифровочная горка разделена на части. Горб, спуск, стрелочная зона и вагонный парк. Если первая часть, там где работает маневровый тепловоз, оборудована автоматикой, то вниз вагоны катятся по инерции. Константин Корниенко создал математическую матрицу, которая учитывает вес, скорость и даже направление и силу ветра, а это немаловажно. Люди говорят, что где ветер и где вагон. Но ветер может воздействовать на вагон так сильно, что он может даже выкатиться в обратную сторону. То есть начать движение не вперед, а назад. Это тоже может привести к достаточно большим и плачевным последствиям. Начальная скорость при сфотировке — 5 км в час, как у человека при ходьбе. Но дальше вагон ускоряется. Новосибирские инженеры рассчитали ускорение с интервалом через каждый метр. Такие графики помогут избежать ошибок при огромном количестве вариантов сочетания вагонов. Железная дорога переводит грузы из пункта А в пункт Б, но обязательно через пункт С. Предположим, у Владивостока идет состав. Останавливается в Новосибирске. 50 вагонов. 10 в Кемерово, 20 в Москву и еще 20 в Саратов. Нужно не только не перепутать, но и соблюсти все меры безопасности. Понятно, что вагоны с химикатами или с нефтью с горки спускать категорически запрещено. Математическая модель позволит обнаружить дефекты и на самой горке. Неровности, выпуклости, искривления. Главное — правильно ввести все исходящие параметры. И получилось, что, допустим, при текущих условиях у нас в год там будет биться вагонов условно на 200 тысяч рублей. Мы выправим данный профиль и снизим до 20-30 тысяч рублей. Соответственно, экономично это или нет. А если брать объем всех железных дорог, то экономия может составить миллиарды рублей. Новосибирской разработкой заинтересовались в РЖД. Станция «НСКАЯ» — одна из самых автоматизированных в стране. Но на многих еще работают стрелочники. И математика поможет освободиться от рисков ручного управления. Сергей Толмачев, Алексей Зубила. Новости ОТС. Новосибирские геофизики прокомментировали природу извержения вулкана Безымянный на Камчатке, который выбросил огромный столб газа и водяных паров. На этом объекте ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики ведут исследования уже несколько лет. Именно им впервые в мире удалось заснять извержение с расстояния всего 500 метров, когда Безымянный проснулся три года назад. В этом районе происходят очень активные процессы в земной коре. Но если в других сейсмических зонах планеты наружу чаще вырывается лава, то на Камчатке раскаленные массы взаимодействуют с водой, образуя большое количество пара. Ученые сравнивают этот процесс с выхлопом пробки от шампанского. Мы смотрим бутылку шампанского, она вроде никаких пузыриков в ней нету. Но когда мы там стравливаем немножко давление, то вот этот газ, который растворен внутри этого шампанского, он начинает выходить в виде пузырей лавинообразным образом. И здесь точно так же происходит, когда у нас понижается, ну, либо становится газа очень много, и он начинает выходить, соответственно, образуются у нас трещинки. Эти трещинки приводят к понижению давления. Соответственно, понижение давления приводит к уменьшению, к лавинообразному увеличению этих пузыриков. К другим темам. 18 лет назад чеченские боевики захватили зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». В годовщину теракта на Дубровке в правительстве Новосибирской области наградили журналистов победителей конкурса СМИ против террора. Терроризм достаточно опасная вещь. Она тоже разъедает государство, разъедает системы, пугает людей, некоторых убивает. Поэтому, безусловно, мы должны, как любой серьезной опасности, уметь противодействовать этому крайне негативному явлению. Поэтому ваша работа, когда вы, исполняя свои профессиональные обязанности, поднимаете этот вопрос, показываете его, работаете с нашими специальными службами, безусловно, заслуживает уважения. Диплом в номинации «Лучший информационный и телевизионный сюжет» вручили ведущей программы «Экстренный вызов» Марии Никитиной. Лауреатами конкурса социально значимых материалов, посвященных профилактике и борьбе с терроризмом, стали корреспондент УТС Леонид Лишенко и начальник криминальной редакции нашего канала Елена Лыкова. Благодарственное письмо от начальника областного управления ФСБ получила Анна Скок. Ее отметили за содействие деятельности органа госбезопасности и повышение его авторитета. Поздравляем, коллег! Хоккейный «Сипсельмаш» вышел на финальную стадию подготовки к сезону. Команда сыграет первый матч чемпионата уже 7 ноября. Позади летние сборы, изнурительная работа на тренажерах и короткое выступление в Кубке России. Но главные тренировки новосибирского клуба только начинаются. Подробнее расскажет Александр Шарудила. Если на городских улицах лед не радует никого, то здесь, на стадионе «Сипсельмаш», сегодня настоящий праздник. Первая ледовая тренировка команды на большом домашнем стадионе. Рабочие сумели подготовить пригодное для катания покрытие только 23 октября. А старт чемпионата уже через две недели. Безусловно, совсем без ледовой подготовки «Сипсельмаш» не был. Команда регулярно ездила на хоккейную коробку в чик. Но размер площадки не позволял отработать тактические моменты, комбинации и все равно накладывал свой отпечаток на упражнения, связанные с техникой. Тяжело сказать, в какой мы форме, потому что мы вышли из коробки, большого льда мы не видели. Сейчас надеемся, что за этот период мы наберем определенную форму на большом поле. Может, сыграем какие-то там матчи еще и уже к чемпионату подойдем. Главным тестом перед началом чемпионата Суперлиги традиционно был Кубок России. Но там готовность новосибирцев оценить было трудно. Команда отметилась большим количеством невынужденных ошибок, а в последнем матче игрокам попросту не хватило сил. Каким будет «Сипсельмаш» по ходу сезона, пока не знает никто. Но точно известно, что с таким поздним выходом на лед коллективу придется непросто. Конечно, хотелось бы раньше, потому что все команды почти уже провели около месяца. Будем надеяться, что мы нагоним. Конечно, будет очень тяжело, особенно в первых играх. Так как у нас и молодежи многовато, конечно, опыта чуть-чуть не хватает. Перед началом сезона «Сипсельмаш» пополнил состав воспитанниками собственной академии. Сразу семь молодых хоккеистов подписали свои первые контракты. Молодых игроков в составе новосибирцев всегда было немало. Но в нынешних условиях это скорее вынужденная мера и перспектива на будущее. Да, атмосфера хорошая, положительная. Сейчас как бы и коллектив такой у нас более молодой. Много молодых игроков. И в то же самое время есть опытные, которые подсказывают, помогают. После выступления в Кубке страны «Сипсельмаш» активно работал над физической формой, чтобы компенсировать нехватку ледовых тренировок. К счастью, в подготовку не вмешался коронавирус. Хотя и совсем мимо команды пандемия не прошла. Один человек у нас проболел уже. Он сейчас не тренируется еще, но катается, судит. Будем надеяться, что у нас пока больше не было подтвержденных. Но это жизнь. Мимо этой болезни, я думаю, вряд ли кто пройдет. Все команды пройдут через это. Примечательно, что календарь чемпионата составлен лишь до 1 декабря. Расписание последующих туров будет дополняться постепенно. Новосибирцы начнут Суперлигу на выезде поединками против соседей – Кузбасса и Енисея. Первый домашний матч «Сипсельмаш» сыграет 14 ноября с «Уральским трубником». Александр Ширудила, Тарас Тарасов. Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи.